итак давайте продолжим на вопрос именно почему так часто выкладываю ролики но я вот делаю и следом пишу потом быстро как-то тут монтируется и я их выкладываю вот как-то так если просто делать а потом отдельно писать ролики это увеличивается время в процессе это как-то незаметно где-то что-то как-то и так вот не терпится мне заставить этого персонажа двигаться так посмотрим давайте в обзор мод зайдем семерка на нампаде что я хочу я хочу выделить всего персонажа так и взять сначала я привяжу к 3d курсору и вот это все дело просто разверну в эту сторону почему потому что у меня анимация именно но на тройку на нампаде настроена но смысле идет в эту сторону информацию откуда взять это опять же я беру информацию с гифок потом именно с покадровок идут пинтересте в этого в яндексе ну все что уже я рассказывал на канале ладно не буду повторяться надеюсь вы это все смотрите найдете ссылки оставлю в описании и так timeline вытаскиваем опять же перематываем чтобы у нас был первый пятый десятый кадр хотя бы вот в таком духе выбираем кости заходим в post mode и теперь нужно нам прописать первый кадр так первый кадр у нас получается такой вот это нога вот эта нога должна подняться так это значит тройка на нампаде g это нога поднимается и вот эта ступня перекручивается где-то вот так вот так вот так это значит control z ступню перекрутим вот так давать вот этой косточкой так и тут у нас получается что вы видите что слежка стоит то у нас вот на эту кость или на этот на эту надо было вот на эту ставить ну так пока оставим вот эту косточку значит перекрутим r вот так и кость уходит наш к ней привязана мы бэмс и уведем назад вот так вот подконтролируем смотрим что получается вот такая штукенция получается принципе можно это пока не делать а просто понять движение так лапа поднимается вот эту косточку если что на крайняк можно удалить каким образом да заходим делаем control z control z вот так и заходим в post mode так в этот мод и вот эти две косточки делаем просто делить банк так теперь заходим в post mode ну а теперь опять же поднимаем g отвязались теперь эти кости вот еще один косяк рассмотрим так теперь control z и теперь перееем как вот так отключаем пробуем что тут получилось во control z просто нужно удалить вот эту арматуру настройку ну и все а теперь можно вот так по зеленой так тройка на нампаде g поднимаем r перекручиваем увидите все теперь все мягко с этими лапами как получится уже посмотрим так это лапа сюда так а вот это лапа тройка на нампаде g идет сюда и вот так вот и перекручивается вы видите тоже косточка как себя ведет так что лучше настраивать наверно в будущем вот эти кости можно пока по удалять так опять же эдит мод вот эти две кости удаляем потому что они нам стали мешать так и вот к этим костям удаляем вот эту арматуру настройку вот это все теперь будет работать они нормально так выбираем r вот вы видите что теперь ступня гнется нормально g все так это теперь тройка на нампаде и должна она лежать на земле вот так теперь персонажа наверно лучше вот так вот поставить как бы подальше отвести и хвост давайте хвост закрутим р бэмс вот что-то в таком духе пишем а и локрот это у нас будет первый кадр теперь давайте пропишем пятый кадр так пардон еще надо голову поднять давайте на этом кадре как-то вот так и как-то наверно вот так будет лучше наверно а и локрот вот теперь голова поднята можно еще больше на задрать ее потом опять перепустить но это уже в процессе посмотрим так 5 так на пятом кадре мы вот эту лапу подводим вот сюда эту лапу джи уводим вдаль так а эту лапу джи джи ставим на пол вот так ну а эту лапу немножко джи перекручиваем вот так а и локрот смотрим что получилось так ну вот у нас лапы двинулись пока сейчас будем уже в процессе смотреть 10 кадр нам нужен теперь так на десятом кадре мы поднимаем джи вот эту ногу р перекручиваем и вот эту лапу джи перекручиваем вот так ну пишем теперь а и локрот смотрим что получилось а теперь пятнадцатый кадр нужно прописать вот так это все выглядит теперь вот эту лапу ставим сюда эту лапу ставим сюда перекручиваем р джи вот сюда и подставляем а эту лапу ставим вот сюда и р джи перекручиваем так а эту лапу джи ставим вот сюда и р вот так пишем а и локрот вот так теперь двадцатый кадр а потом с телом поработаем на десятом или на пятнадцатом нужно его будет чуть опускать чуть поднимать вот здесь вот уже у него подъем значит где лапы согнуты там мы будем делать вот здесь должен опуск быть как бы опустить чуть-чуть но это в процессе сейчас посмотрим итак двадцатый кадр на двадцатом кадре значит это лапа идет сюда это лапа ставится вот сюда так это лапа и перекручивается и чуть-чуть поднимается вот так на это лапа ставится ровно вот так а и о крот но теперь двадцать пятый кадр поменяем так на двадцать пятом кадре значит г вот это лапа перекручивается вот так это лапа значит джи р идет вперед а вот это лапа джи идет назад так а и лак рот ставим значит двадцать шесть кадров и включаем смотрим что получится вот такая штукенция что-то здесь не так вот так вот он идет нормально надо наверно уменьшить эту размер карту покадровки вот этой а что получится потом посмотрим так итак он идет на десятом это получается первый у него подъем второй у него еще подъем на десятом видите лапы расставлены здесь должен быть опуск получается джи опускаем его а и лак рот и теперь на двадцатом у него идет подъем лап здесь тоже подъем вот на двадцать пятом мы его джи тоже опустим а и лак рот надеюсь не сильно его опустил вот такая штукенция ну и давайте добавим еще движение хвоста так на первом вот здесь вот уже я косяка парол почему нужно на первом поставить допустим хвост где-то вот так вот так вот пишем а и лак рот над пятом хвост тоже выворачиваем а и лак рот а на десятом вот на десятом он должен и скрутиться больше а и лак рот и получается вот вот такая штука теперь на пятнадцатом опять же хвост должен р выкрутиться вот сюда а и лак рот а на двадцатом так на двадцатом он тоже выкрутиться вот так а и лак рот а и лак рот но на двадцать пятом опять же он должен скрутиться вот так а и лак рот там больше там меньше вот хвост движется все нормально можно даже этот хвост наверно он не пушистый можно его как-то не знаю может поровнее чтобы он здесь где-то болтыхался сейчас тоже это дело можно попробовать вот нормально у него походка так по анатомии это походка у него нормально теперь давайте единицы на нампаде вот здесь уже плоховато будет ну вот здесь теперь подправим смотрите и так на первом кадре выбираем тазовую кость убираем видимость костей убираем видимость костей ставим мов даже так вот как то так или нет давайте наверное не тазовую кость будем но ее тоже конечно давайте немножко уведем в бок вот так вот и что здесь делаем вот эти лапы вот эти лапы и через шифт тут эти лапы задние можно не столько как передние наверно ставить но все равно с помощью мов давайте чуть чуть в центр уведем так и раз упор на эту лапу как бы наверное вот чуть чуть перекрутим а и локрот теперь получается опять же выбираем вот эти лапы надо было это сразу учесть я чуть чуть это дело опять же пропустил ну не так часто это все анимацию делаю животных так что экспериментируем так здесь тоже вот так и немножко перекручиваем в сторону лапы а и локрот смотрим как теперь получается чтобы сбива не было вот уже получше ну и на десятом кадре на десятом кадре вы видите что опять же вот опоры нету на эти лапы да давайте все это дело подправим выбираем вот эту лапу выбираем вот эту лапу через shift уводим с помощью мов не g потому что вы собьете вот это все дело и аккуратно не получится с помощью мов ровненько и по чуть чуть вот теперь баланс у него опора на эту лапу вот эту лапу можно даже тоже потом сюда чуть чуть подвести а и локрот вот так вот даже можно наверное еще посильнее лапы чуть чуть через shift еще сильнее увести к центру во а вот эти лапы вот эти лапы через shift увести тоже вот сюда как бы во а и локрот переписываем опять же выбираем выбираем вот эти лапы косточки вот так это вот таким вот образом в центру вводим выбираем теперь вот эти лапы вот эти через shift левая кнопка мыши и уводим к центру а и локрот вот вот баланс теперь вроде не нарушен теперь поправляем тут на десятом кадре выбираем опять же лапы эти тоже чуть чуть поближе теперь а вот эти лапы вот вот так вот чуть чуть сюда а и локрот поправляем теперь эту сторону вот эту косточку вот эту выбираем тянем все к центру вот так поближе ну и вот эти лапы вот эти повторяем только в центр вводим вглубь а и локрот и эти два кадра точно так же где то так и вот это все дело желательно писать сразу так не ту косточку взял control z пардонти вот эту отключаем а вот эту берем а и локрот так теперь что у нас тут получается эти лапы стали эти уходят вперед правильно эти уходят в центр эти чуть чуть тоже а и локрот и так это дело мы подкорректировали смотрим ну вот теперь он идет ну где то 25 пробуем выбираем первый кадр shift d и попробуем на 26 его поставить уже нормально вот такая штука если все это заанимировать и зациклить то получится ну прямо неплохо так а если мы этот g перетянем подальше и поставим допустим 28 28 кадров так 28 кадров ну чтобы у нас не было такого перебива о вот теперь вы видите что мягче идет удлинили вот эту часть если сейчас мы поставим допустим на 24 или 20 а 27 уже идет как бы перебив если поставим значит g на 26 то получится опять перебив вот щелк щелк это нехорошо значит ставим на 28 на нем меньше было перебива о уже нормально смотрим как он так идет вот нормально опять же сохраняем этот файл он нам возможно еще пригодится для корректировок да файл с это уже болта анимация походка сохранили и теперь нужно добавлять вот эти все кадры так значит а и погнали и локация ротация локация все через и когда мы сейчас добавим вот этих больше кадров промежуточных то все будет работать мягче но пока вы не выставили вот этот блокинг полностью то желательно вот эти не добавлять вы потом не исправить их придется по-любому удалять чтобы переписать вот эти базовые кадры в конце ролика я выложу именно покадрово как раньше выкладывал вот этот первый пятый кадр десятый пятнадцатый чтобы вы могли скопировать ну что смотрим как теперь он будет идти видите насколько он мягче идет прикольно у него такая походка подпрыгивающая хвост движется лапы перебираются делаем теперь рендер и покадрово я выложу все это дело так если мы еще добавим попробуем так вот сделать shift и поставим здесь вот рядом и поставим пятьдесят шесть кадров пятьдесят шесть кадров смотрим что получается почему-то он не хочет добавляться нужно перепрописывать вот это теперь вот вот такая штукенция даже вылазит так ctrl z delete keyframe пока это удалим и поставим двадцать восемь кадров и я